Гиацинт для них – это не первоцвет, а тополь – нераскидистое дерево. Для них все это оборонная мощь страны, основой которой является наша армия. Военные разных лет в преддверии Дня защитника Отечества были приглашены на традиционный торжественный прием в районную администрацию. 20 мужественных людей, представители всех родов войск, всех поколений, элита действующих вооруженных сил и военные в отставке. Гордость Славянского района в преддверии самого главного мужского праздника – Дня защитника Отечества – собрались на торжественном приеме в районной администрации. По традиции гостей приветствовали первые лица района. Всю жизнь мужчины настоящие защищали свою родину, защищали свою семью. Поэтому в преддверии этого праздника великого разрешите мне поздравить всех, пожелать всем здоровья, счастья, здоровья всем вашим семьям. Я хочу от имени Совета муниципального образования Славянский район поздравить вас с праздником настоящих мужчин – Днем защитника Отечества. Как бы ни зазывался этот праздник, он всегда праздник стойкости, мужества, героизма. И мы на протяжении нашей истории, нас генетически заложено защищать свою родину и помогать еще и другим странам. Нет бывших офицеров. В этой фразе заключен глубокий смысл. Большинство из присутствующих на приеме – это военные в отставке. Но, уйдя из армейского строя, со всеми своими знаниями и умениями они смело вошли в гражданский строй, где продолжают верно служить родине, но уже на фронте воспитания подрастающего поколения. Педагоги школ и дополнительного образования – активные участники ветеранских движений, ведущие большую патриотическую работу с молодежью. Сердца и умы подростков, привитие им, любви к родине, чувства долгов – вот решением каких задач в своей гражданской жизни занимаются эти герои. Во многом благодаря такой работе в Славянском районе растет достойная смена защитников страны. Примером этого могут служить казачата из 16-й школы, которые пришли поздравить гостей приема. «Ой, живи Россия, и по небу в синем, рассветай любимый край дорогой. Нет на свете красный, чем Россия наша, и другой сторонки нету такой». Одним из самых почетных гостей в этот день стал Анатолий Данилович Шишацкий, ветеран Великой Отечественной войны, всю войну прошедший в казачьей кавалерийской разведке. Наставления этого убеленного сединами мужчины внимательно слушали все собравшиеся. Кубань – это люди-друженики, это хлеборобы, но защитники родины, они здесь посеяны предками нашими. «Посеяли добро, и мы должны его не упустить, возрождать в наших сил, но не осеянно, конечно, делать так, чтобы у них было желание самим быть, самим стать таким». Личный пример – это лучший способ воспитать в молодежи высокие моральные и нравственные принципы. Как поделился с собравшимися своей гордостью ветеран вооруженных сил полковник запаса Александр Макарцев, глядя на военного отца, двое его сыновей тоже выбрали своей судьбой службу России и сегодня с честью выполняют задачи, которые ставит перед ними руководство страны. Серьезные боевые задачи выполняет и личный состав 10-го отдельного ремонтно-эвакуационного полка, который дислоцируется в Славянске-на-Кубани. Командир 2-й ремонтной роты, старший лейтенант Евгений Бехтер, пришел в вооруженные силы по зову сердца. «С детства хотелось носить форму военную, служить Родине, защищать Родину. Всегда служил, смотрел, служил России, армейский магазин, мне это всегда нравилось, я считал необходимым. Порой наша повседневная деятельность, она очень загружает. Когда собираешься и видишь этих офицеров с такими высокими наградами, погонами, чувство патриотизма, чувство ответственности за Родину, за свой народ, и поднимается психологическое состояние, то есть как-то более ответственно начинаешь относиться и думать обо всем». «Ежечасно мы не видим их работы, но благодаря слаженности и профессионализму сегодняшних военных, благодаря активной жизненной позиции ветеранов, вооруженных сил, мы можем спать спокойно и чувствовать гордость за свою страну, край и малую Родину». Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События». Александр Косицын, программа «Союзная»